Изменения в разметке ледовой арены коснутся двух линий ворот. Они сместятся на 65 сантиметров в сторону ближайшего короткого борта. А четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, сдвинутся больше, чем на полметра, также в сторону ограждений. Ну, если так вот объяснять, то уже два здоровых хоккеиста за воротами не проедут. Ну, это делается, я думаю, для того, чтобы защитникам было больше места у всей линии, ну и чтобы за воротами, наверное, не играли. Ледовая арена с разметкой, нанесенной согласно новым правилам, будет готова к середине июля, когда у воспитанников спортивной школы начнутся первые тренировки. В помещениях, которые раньше занимали спортсмены из хоккейного клуба «Саров», сейчас тоже идет ремонт. В новом сезоне туда приедут ребята из юношеской хоккейной лиги. Команда «Ракета» будет представлять наш город на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет. Дивизион «Запад». Учебно-тренировочные сборы у нас начинаются с 15 июля. Я думаю, что уже с 15 мы запустим на лед маленьких, с 20 старших юношей и группы ночной лиги. Ну, а уже с августа, где-то середина августа будет массовое катание. В этом году игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» смогут полноценно подготовиться к новому сезону. Первые тренировки наша команда проведет в начале августа. Это не только подготовка на льду, но и тренажерные залы, ручной мяч, футбол, плавание. Весь комплекс упражнений, которые необходимы для здоровья наших кист. В прошлом сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» занял четвертую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата области. В этом году наша команда настроена только на победу. Соревнования среди сильнейших команд региона стартуют в ноябре. Тарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.